Режем всегда поперек волокон. Овощи это морковь. Блюдо простое, почти крестьянское. Берем хлебушек. А в этой серии мы отправляемся путешествовать вместе с торговыми центрами метро и нашей передачкой метро-тур в северную Венгрию. Пройдемся по туманным и прохладным улочкам и отведаем горячий и сочный баграч. Для этого нам понадобится кусочек все той же зерновой говядины. Для того, чтобы приготовить баграч, нам нужно нарезать мясо на обалденные кубики. Баграч это вообще родственник гуляша или его дедушка, мы уже не вспомним. Нарезанный в формате 1 сантиметр. Мясо приготовилось мягеньким и вкусненьким. Режем всегда поперек волокон. Отправляем наше мясо на обжарку. И пока мясо хорошенько обжаривается, будем заниматься овощами. Начнем с самой долго готовящегося овоща. Это морковь. Порежем ее на мелкие кубики. Морковь это замечательно уникальный продукт. На моей памяти нет такого способа нарезки моркови, когда она у вас не начинает разлетаться по всей кухне. Ну, с теркой это стопроцентно работает. А вот с ножом можно немножко эту систему и обмануть. Уберяем, как там поживает наше мясо. Оно обжаривается и приобретает шикарный колер и цвет. Дальше нам понадобится лук. Чтобы резать лук на кубики, можно не заморачиваясь поставить нож чуть-чуть по диагонали, и тогда лук не будет разваливаться. Пока мы все это дело обжариваем, нам нужна очень хорошая температура. А дальше нарезаем его величество чушку. Нет, я не ругаюсь, так правда называют паприку в Болгарии и близлежащих странах. Его мы нарежем тоже мелким кубиком, чтобы он дал нам цвет, сок и вкус. А дальше для приготовления нам уже бесспорно придется обратиться с продукцией Метро Шеф, ведь там самые лучшие специи. Быстро все подготовили, обжарили, нарезали. И по факту у нас там просто мясо и овощи. Почти гуляш получается, да? Но нет. Почему это будет баграч? Это будет баграч, потому что мы добавим хорошенько много паприки. И, конечно же, томаты от Метро Шеф. Ведь покупая на рынке помидоры, вы не всегда уверены в их кислотности. А здесь мы четко знаем, какой уровень кислоты. Перемешиваем и видим, что у нас получился прекрасный красный цвет нашего баграча. Сейчас мы добавим туда немножечко воды, оставим это тушиться на медленном огне и, конечно же, пойдем немножко отдохнуть. Наше прекрасное мясо готово. Будем сервировать. Возьмем шикарную глиняную тарелочку. Почти как что? Почти как крыночка. Обязательно зерновой хлебушек. И больше нам ничего не нужно. Немножко зелени еще возьмем. Блюдо простое, почти крестьянское. Что-то между супом и похлебкой. Соответственно, выкладываем его в полную-полную миску. И смысл в чем? Путешествуя по странам, континентам, пробую разную кухню. Нужно же делиться и общаться. Вот это блюдо заставит нас общаться. Сейчас я у него отниму камеру и он будет это делать вместо со мной. Так, что-то не хватает. А, вот же! Для полноты ощущения и кайфа. Нальем немножко морсик. К черту ложки. Берем хлебушек и... Определенный кайф. Бросай камеру, начинай пробовать. Шикарный баграч из Венгрии. Отменный морсик. Все в балансе. Дальше что? Дальше чапы. На запад. Едем в Америку.